Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Возлюбленные о Христе братья и сестры, в сегодняшнем Евангелии нам благовествуется поучение Христа в отношении, как Он поучал своих учеников по отношению к земному богатству. Он сказал ученикам своим, «Как трудно имеющему богатство войти в Царствие Божие». Что это означает? Дело в том, что перед этим эпизодом, этот эпизод завершает его встречу с богатым юношей, который, когда Христос предложил ему продать все свое имение и отдать нищим, он с печалью отошел от Господа. И все очень опечалились вместе присутствующие, потому что этот юноша был действительно благочестив и очень располагал к себе своим поведением. Даже сам Христос сказал, что он, возлюбив его, сказал ему, «Продай все имение и следуй за мной». И вот он не смог продать свое имение, не смог от него отказаться. Поэтому слова эти относятся именно к предыдущему, «Как трудно имеющему богатству войти в Царствие Божие». Но что это означает? Это что означает, что не надо совсем ничего иметь? Нет. Просто не надо прилипляться ко всему. Иначе тогда действительно мы, прилипившись к богатству, прилипимся к земле и не сможем унаследовать Царство Небесное. И ученики, видя это событие, опечалившись весьма по поводу этого богатого юноши, который отошел, и зная за собой и грехи, и многие несовершенства свои, спросили, «Так так же кто же может спастись?» А Христос сказал, что «Удобнее горблюду пройти сквозь вольные уши, чем богатство Царства Небесное». То есть удобнее совершиться совершенно невозможному, чем оказаться в Царстве Божии богатому человеку. Это означает, как я уже и сказал, это означает, чтобы мы не прилиплялись к своему земному богатству. Можно иметь столько, сколько необходимо тебе, но не более того. И ученики Христова сказали, «Так так кто же может войти в Царство Божие?» Они видели этого богатого и благочестивого юношу, который с печалью отошел от Бога. И они спросили, «Так кто же может войти в Царство Божие?» И тогда Господь сказал ему, Иисус, возрев на них, говорит, «Человекам это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу». Ибо по-человечески человек не вмещает в силу своего несовершенства вот эту самую возможность отречься от земного богатства. Но все это возможно Богу. То есть, если ты живешь ради Бога, то это ты можешь сделать. По человеческому существу это невозможно. Так же, как невозможно по человеческому существу не поддаваться различным искушениям мира сего, это обидам, унынию, осуждениям и прочим. Это невозможно человеку, но возможно Богу. Ибо все возможно Богу. И дальше Он сказал, что если человек отречется ради Христа от близких своих, «Нет никого, сказал, кто оставил бы дом или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради Меня и Евангелия, и не подучил бы ныне во время сие. Среди гонений во сто крат больше домов, братьев, сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, и век грядущий жизнь вечную. Многие же будут первыми и последними, и последние первыми». И вот это мы должны понимать, что наш страх отказаться от того, что у меня в руках моя денежка есть, и я на нее могу что-нибудь купить, порадовать себя или близких своих. И как я могу от этого отказаться? Да по-человечески никак. Только по-божьему. Только если ты уповаешь на промысел Божий, который тебе даст во сто крат больше и средств, и друзей, и власти, и всех других земных благ, которые тебе нужны для спасения твоей души. И вот довместит это в сердце наше. Да не будем мы намертво цепляться, как этот богатый юноша за свое богатство, чтобы не было для нас такой ситуации, что мы за это богатство, уцепившись вот так, отказались бы от Царства Божия. Здесь на земле ради вечной жизни с Богом. И это, дорогие мои, начинается не тогда, когда мы умрем, Царство Божие, а тогда, когда мы будем следовать Его заповедям здесь, на этой земле. Тогда и начинается Царство Божие. И для апостолов оно началось тогда, когда они последовали за Христом. Так же, как и для нас, дорогие мои, начинается Царство Божие, когда мы начинаем следовать за Христом и утверждаемся в делании правды Божией. И тогда мы можем и отказаться от земных благ настолько, насколько это возможно, и исполнить, несмотря на наши мелкие хотения, заповедь не свою, а Божию. Сегодня память великого святого Феодосия Великого, он так и называется, общей житии начальника. То есть, он впервые основал общежительные монастыри. До этого монастыри были, это некое такое множество кельей, в которых жили отдельно монахи и спасались тем самым. Жили они возле своего старца, который тоже имел отдельную келью. А общей житии начальник, это был общий монастырь с общим уставом, со своим и со своими правилами жизни, общими для всех. И вот это начало положил Феодосий Великий и тем самым положил начало тому монашеству, которое существует и до ныне. И воистину монахи, это те самые люди, которые отказались от земных благ, о которых говорил в сегодняшнем Евангелии, ради Царства Божия здесь на земле, ради того, чтобы иметь во многократно более всего необходимого для жизни, ради вечной жизни с Богом. Да будет и для нас эта устремленность и поддержана святыми словами Господа Иисуса Христа, святым Его Евангелием. Да не устрашиться сердце наше, исполнить Его заповеди и отказаться от земных каких-то своих привязанностей, ради того, чтобы получить от Бога, потому что полученное от Бога будет действительно многократно превышать и по качеству, и по количеству, все, о чем мы могли сами лично мечтать. Аминь. Поздравляю с причастниками с принятием святых христовых тайн. Выслушайте благодарственные мольбы по святому причащению. Спасибо.